Собаку! Седание было закрытое, судебное. И даже СМИ туда не пускали. Но вы можете сказать, как он себя ввел на суде и выступил с какой-то речью? И признал ли он свою вину вообще? Вину он не признает. Он говорит, что все это придумано, надумано. И вину свою не признает. Здравствуйте, королевцы, здравствуйте, земляки. И сегодня я побывал на знаковом и очень важном событии для всей нашей страны. Вот это не преувеличение. В Щелковском городском суде был вынесен обвинительный приговор живодеру из Королева Максиму Петрову. Несмотря на то, что у нас в законодательстве появились статьи, которые защищают животных, но возбудить уголовное дело по статье жестокое обращение с животными, довести его до суда и, в общем-то, до приговора, до логического итога, это очень сложно и бывает крайне редко. Поэтому вот то, что произошло сегодня в Щелково, я и говорю, очень-очень важно. Я думаю, что вся страна сейчас следит прежде всего за тем, что в Северодвинске происходит и как идет процесс судебный над мучителями кота Кузи. Кто не знает эту историю, просто забейте в гугле, в Яндексе «Северодвинск, кот Кузя», ну, если, конечно, у вас крепкие нервы и, скажем так, устойчивая психика. Но то, что у нас произошло, это не менее важно. Все произошло в деревне Малое Ледово, Щелковского района. Там были убиты две служебные овчарки, которые много лет работали в кинологической службе МВД, в полиции. Они работали на реальных уголовных преступлениях, расследовали с помощью этих собак реальные дела, и просто наша страна должна быть им благодарна. Но, к сожалению, эти собаки закончили свой путь в ветеринарной клинике, где умерли в страшных муках, потому что они были отравлены ядом. В деревне Малое Ледово к себе этих собак в свое домовладение забрала Анна Верченко, которая 20 лет проработала кинологом в МВД. И когда уже, то, что называется, выходила на пенсию, забрала с собой и двух собак, у которых тоже уже срок службы на тот момент закончился. И, в общем-то, они с ней проживали, так как, в общем-то, она является их наставником, и она занималась с ними просто щенячьего возраста. На соседнем участке за высоким забором вот как раз и живет вот этот вот Максим Петров, который просто ненавидит животных. И есть факты, что там, где он появлялся, происходили также отравления собак, поэтому не исключено, что он является серийным док-хантером, помимо всего прочего. В 2018 году он отравил собаку Барсу. Тогда никто не придал, не то что не придал значения, а не подумал, что на самом деле вот этот вот тихий милый человек из соседнего дома может совершать эти преступления. А в 2019 году уже вот так же погибла собака Росомаха. Вот тогда Анне Верченко, которая пошла на принцип, удалось завести уголовное дело. В итоге были обнаружены и найдены неоспоримые вещественные доказательства, улики в отношении Максима Петрова. Долго очень продолжался суд, и вот сегодня он закончился. Ну, в этом ролике будет говориться о том, что 2,5 года условно он получил. На самом деле 3,5 года, просто судья так не очень внятно произнес, и после судебного заседания была информация 2,5 года. На самом деле Петров Максим Вячеславович получил 3,5 года за жестокое обращение животным, фактически за убийство вот одной собаки, точно доказанной Росомахе, служебной овчарки. Ну, естественно, что на его руках смерть и второй собаки Барсы. Максим Вячеславович Петров живет в городе Королев, он там, я так понимаю, примерный семьянин, семья тоже проживает в городе Королев, а работает он в ТЦ «Корабль» на проспекте космонавтов. Ну, у него там какая-то должность, что-то типа какого-то распорядителя, он занимается договорами о сдаче торговых площадей в аренду. Ну, это по информации Честного Королева. На самом деле я боюсь, что вот этот вот Максим Петров может пойти гораздо дальше, то есть глядя на то, что он совершенно не раскаивается, как он себя ведет, что он нанял кучу каких-то секьюрити для того, чтобы его охраняли от журналистов, от СМИ, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Не исключаю, что, например, он может начать мстить Анне Верченко за то, что она, ну, не наказала его, но, по крайней мере, сумела доказать то, что он является преступником. Вот вообще, на ваш взгляд, наше законодательство, оно способно защитить от таких мерзких, злых, жестоких людей, ну, братьев наших меньших, кто называется, вообще, или нужно что-то менять? Не способно наше законодательство защитить ни наших братьев меньших, ни меня, как владельца этих собак, потому что смысл в том, что вот даже сейчас человек, не признавая своей вины, получил всего лишь два с половиной года условно. Он ни в чем, в принципе, не ограничен по жизни, да, и он выходит из зала суда, он ухмыляется, он улыбается, он доволен жизнью, и сколько сил, нервов мне стоило вот вообще дойти до этого этапа, да, это все длилось два с лишним года. И суд всегда дает условный срок тогда, когда суд считает, что человек может исправиться без реального срока, да, что вот это вот как-то поставит его на путь истинный. Но судя по тому, что человек не признал свою вину, он не считает это каким-то плохим поступком, человек продолжает вредить моим собакам, и я буду возбуждать следующие уголовные дела, чтобы добиваться в совокупности реального срока для него. Все-таки вы хотите, чтобы он реально сел в тюрьму? А потому что я хотела не наказать, у меня был смысл не наказать человека, а остановить. Если он продолжает вредить моим собакам, как ставить, например, ультразвуковой отпугиватель собак, у меня собаки бьются в эпилептических припадках после его воздействия, то есть перебрасывать до сих пор какие-то кусочки еды, я не знаю, что там находится, я живу в постоянном напряжении. То есть если наш закон не может сразу наказать человека, значит я буду бороться дальше, возбуждать следующие уголовные дела, и я надеюсь, что в совокупности мне удастся как бы его остановить именно реальным сроком. Петров вину не признает, ведет в суде себя вызывающе, обвиняет всех во лжи, пользуясь своим статусом тем, что он не несет никакой уголовной ответственности за дачу ложных показаний, как подсудимый, да, он обвиняет всех, экспертов, ветеринаров, свидетелей, меня, ну всех, все, все обманывают, кроме него. Соответственно, я считаю, что наказание не то, что мягкое, это наказание вообще не наказание, потому что я говорю о том, что у меня не было смысла наказать человека, у меня был смысл остановить человека, чтобы он понял, что он совершил какое-то не очень хорошее, мягко говоря, не очень хороший поступок, и, соответственно, как-то раскаялся, как-то сказал, что больше этого не будет, чтобы я могла расслабиться, чтобы я со своими собаками жила спокойно, и просто радовалась общению с ними. Но человек улыбается, человек смеется, ему радостно, что, вот, ну, в общем-то, он и не получил никакого наказания, да, то, что я заявляла гражданский иск, сколько денег я потратила на юристов, так как эта статья очень сложная в доказывании, она, в принципе, не очень рабочая, и там столько разных нюансов, что я сама лично, ну, не справилась бы, да, с этим. Соответственно, мне нужно привлекать специалистов. Специалисты, они уникальны в этом плане, и услуги их, конечно, недешевы, да. Соответственно, какие-то расходы на ветеринарные, вот, допустим, даже первое шествие, чтобы доказать, что она отравлена, да, с чего и начинается уголовное дело. То есть в этом мне, допустим, отказали возмещение этих расходов и сказали, что, ну, дальше в плане гражданского иска может быть вы что-то и взыщите. Моральный ущерб, ну, про моральный ущерб, знаете, я даже официально обращалась в медицинские учреждения, потому что для меня это был такой удар, то есть я до сих пор не могу об этом разговаривать. Собака для меня это не просто животное, да, вот люди очень сильно переживают даже за животным, которые просто, ну, вот, живут с ними на диване, да, то есть они просто их любят. Эти собаки для меня напарники. Я с ними работала. Мы добивались такого взаимодействия, таких взаимоотношений, что мы понимали друг друга с полузгляда, с полуслова. То есть вы понимаете, сочинка, сколько это душевных сил, сколько любви уходит. То есть ты каждую минуту вкладываешь что-то в эту собаку. И вот эти собаки, они у меня были спасатели. Они были готовы к итоговой аттестации. Мы привезли письмо от МЧС, что они были готовы к сдаче, что они не сдали этот экзамен только благодаря, в кавычках, Петрову. Потому что он их просто убил ужасным способом. Ужасным. И, ну вот, когда мы... То есть человек считает себя невиновным, но он целых два судимых заседания посвятил тому, чтобы сторговаться и снизить стоимость собак. Собаки конкретно. Ну, что ему, в принципе, удалось. То есть эксперт оценил собаку в 300 тысяч рублей. Они снизили эту стоимость до 50 тысяч рублей. То есть ту стоимость, которую я покупала щенка. То есть, ну, вы вообще можете... Обосновали они это тем, что, ну, можно же купить другую. Ну, вы понимаете, ну, во-первых, как можно купить другую, кто тебя будет так же любить и будешь любить это живое существо. А во-вторых, вы представляете, сколько навыков уже было у них. И сколько людей могла бы спасти эта собака, если бы вот просто ее вот так вот не уничтожили. И моральный ущерб... Я просила 500 тысяч рублей, но вся Россия со мной на связи в соцсетях. Они меня очень сильно поддерживают. И они мне писали, как 500 тысяч за... Ну, за любовь, да? Ну, даже и 500 тысяч не дали. Так, а моя не стоит. 500 тысяч, она бесцена. И эти деньги... Я прошу для того, чтобы, опять же, хоть как-то человека материально наказать, чтобы он в следующий раз, когда он будет своими ручонками готовить какое-то отравленное лакомство, может быть, он взвесит в голове, а может быть, это будет дорого для него, а может быть, ему не будет жалко собак никогда, но может быть, ему будет жалко своих денег. Я хотя бы на это надеялась. Но... И по деньгам, как бы, взыскали все очень-очень минимально. Со своей стороны, я буду бороться дальше, чтобы увеличивать срок наказания. Материальная сторона меня не очень интересует, и я даже в соцсетях написала, что те деньги, которые... не могу... я не смогу ничего с ними сделать. Это такая энергетика, это деньги от убийцы моих собак. То есть... получить от них, чтобы он в следующий раз подумал, а стоит ли, и просто бы перевела эти деньги куда-то в приют. Жаловать я буду, и я говорю, у меня еще одно дело уголовное по еще одной отравленной собаке. То есть, отравлено две собаки. Эксперт установил, что они отравлены идентичным способом, и, соответственно, просто по второй собаке еще недостаточно доказатель, чтобы выйти в суд. То есть, мы над этим работаем. Это будет второе уголовное дело, это будет еще много судебных заседаний. Сейчас материалы проверки выделены по установке ультразвукового отпугивателя, вследствие которого собаки получили увечья. И две моих собаки, ветераны ОМОН, которые были поставлены на поиск взрывчатых веществ, которые спасали людей реально, да. То есть, они просто уже второй год, то есть, это было установлено в 2019 году, просто второй год находятся в состоянии постоянных эпилептических припадков. Постоянных. То есть, они стали инвалидами? Да. То есть, экспертиза, соответственно, тоже признала их инвалидами и признала, что им нанесено увечья. Это никак не лечится, это только каким-то терапевтическим способом просто поддерживается. Конкретно, Рекс вот был подвержен, то есть, Рекс пострадал два раза. Когда отравили первую собаку, он был в этом же вольере. И ему пострадало количество яда. И вследствие этого отравления у него была удалена селезенка. То есть, он уже инвалид, да, по утере органа. Но нам не удалось его привязать, скажем так, к этому делу, потому что, ну, для эксперта нужны более точно ветеринарные документы. Сложности большие, что когда спасаешь собаку, то не думаешь, правильно тебе оформили документы, вписали ли все, все мелочи, которые нужно вписать, потому что и ты, и спасают собаку. То есть, они не думают о том, что она умрет, и мы захотим посадить преступника в тюрьму, поэтому у нее заранее нужно взять кровь. То есть, вот, есть видео светлечебницы, когда спасали мою собаку, ей капельницу просто вливали, то есть, ну, там не капали, а просто вливали вещество, которое промывает собаку. И после того, как собака умерла, конечно же, анализы не информативны, потому что, соответственно, концентрация отравляющего вещества уже в организме совершенно не та, которая была при отравлении. Поэтому некоторые ветеринарные документы не позволили мне приобщить Рекса к первому делу по отравлению собаки. Но мы еще посмотрим, подумаем, восстановим документы, допросим ветеринарных врачей и возможно дело еще реанимировать. Второй раз Рекс пострадал при установке ультразвукового отпугивателя. Он был закрыт в больере. Этот ультразвуковой отпугиватель, да, он разрешен к продаже, но он разрешен к использованию только по инструкции. То есть им можно пользоваться только в открытом пространстве, что когда он действует на собаку, она испытывает очень сильную панику и она старается уйти с этого места, где идет воздействие этого ультразвука. Так как они направили его на вольер, то есть собаки соответственно никуда не могли деться, соответственно сейчас у Рекса практически еженедельные эпилептические припады. в том месте, где он жил точно так же умирали собаки. Но тогда не смогли связать смерть этих собак ни с этим человеком, ни вывести в цепочку каких-то смертей. Это предположение все-таки, мы скажем, что это предположение. Это предположение, но это не предположение, минуточку, нет, это не предположение, это непосредственная работа людей, которые сделали опрос на этом месте, где он проживал. И он после этого происходил именно в то время, когда он проживал, а потом прекратился. Когда он уехал, все, опять, никаких таких смертей внезапных не было. Их нету. А не живет он там давно. И это уже не то, что мы можем сказать, может быть, это будет, может, не будет. Это уже по факту. Его там нет определенное количество времени, и смертей там нет. А раньше, когда он там жил, они там были. Это негатив к собакам. Он их просто, вот понимаете, ненависть, ненависть к животным. Как ее искорить? В связи с чем она появилась? Какая у него там была травма? Мы даже не хотим об этом говорить. Просто мы хотим, чтобы этот человек перестал делать. Как его заставить? Вот только, наверное, через суд. Вы хотели бы увидеть его в тюрьме, на зоне реальной. Мы хотели бы увидеть, да, реальное наказание, реальный срок. К сожалению, наши органы милиции недостаточно знают законодательство в такой законодательстве. Поэтому считаю, что пока слабые это нормы и действуют на них очень хорошо. То, что называется нерабочие статьи, да? Нет, но они рабочие начинают работать, к нам обращаются часто люди. К нам часто обращаются люди и по Королеву о том, что люди жестоко обращаются с животными и мы принимаем меры, помогаем людям писать заявления в милицию, чтобы милиция реагировала на эти факты. Поэтому работа проводится и, естественно, мы как благотворительный фонд ЗООДОМ тоже решаем эту проблему, помогаем нашим гражданам Королеву решить эту проблему. У нас большая группа волонтеров, которые эффективно оказывают помощь нам, благотворительному фонду, эффективно оказывают помощь другим людям. Но, к сожалению, есть люди, которые, наверное, то ли не допонимают, то ли неправильно понимают закон, поскольку по кошкам много обращений от бабушек к нам забивают вот эти продухи управляющей компанией. Поэтому это тоже нарушение закона и чистой статьи 245. И поэтому мы сейчас предпринимать наверное меры будем, будем обращаться либо в областную прокуратуру с письмом от зоодома о том, чтобы вот эти факты проверили все непосредственно кто управляющей компанией это делает, кто заставляет, бабулек бьют, которые кормят бездомных животных. Бабулек бьют как-то? Да, бывают такие ситуации. А кто бьет? Именно лица с управляющей компанией, которые ну, по некоторым домам у нас есть факты, мы сейчас готовим такое большое объемное письмо и мы будем принимать меры для того, давайте мы опубликуем на Честном Королеве, Честный Королев рассказывал об этих продухах, уже мы рассказывали. Тем более по продухам уже есть постановление правительства о том, что запрещается в продухе все закрывают, все равно закрывают. Котов тогда дал распоряжение открыть обратно один продух, чтобы было открыто в доме. Ну, там ни одного продуха иногда все закрывает, забивает. Вот история о том, что зоодом, работавший в Королеве, вынужден был неприятным пятном легла на наш Новокоград. Вот можете рассказать, почему это произошло и пытались ли вы сохранить зоодом именно на территории Королева? Да, мы пытались, неоднократно обращались к администрации, но мы непонимание получали от администрации. Землю нам не представили и пришлось нам срочно уезжать из города, когда нас с участка, который мы арендовали, ну, что выгнали. И в ноябре месяце в тяжелых условиях мы переезжали, но сейчас мы на другом месте. и пока там существуем. Поступала мне информация, что вы, например, собирались проводить у нас город собак бездомных, которые в приюте находятся на улице. Точно так же, как делается в других городах, провести в Королеве. Но вот как раз именно Юрий Копц не разрешил провести. То есть, мне кажется, ну, это какое-то в принципе к вам, наверное, негативное отношение у него возникло и как бы, наверное, он не хочет, чтобы что-то проводилось вообще. Ну, это не так. Здесь мы с Народным фронтом хотели организовать полезные, которые по всех городах области проходят и в период пандемии все равно проводятся. Но, к сожалению, нам, не нам, а обращением было Народного фронта, Герман Апарин, нам отказано было, что в этом месте нельзя проводить историческое место какое-то и пандемии. Это какое место у нас? Это у нас парк Костина. Было бы много людей, естественно, мы бы заранее подготовились. Ну, такие акции везде по всем городам, областям. Только не в Королеве? Только не в Королеве. Мы в Щелково, у нас понимание администрации все-таки лучше, чем в Королеве. Как вы видите отношение нашего общества к животным? Насколько оно гуманное и нуждается ли это отношение к животным в каких-то изменениях? Гуманным общество можно назвать, но если взять процентное, вот на мой взгляд, да, что, наверное, все-таки 60 на 40. 60 не гуманное, 40 все-таки. Люди хорошие в любом случае есть. Есть люди, которые сочувствующие, которые что-то делают, которые не останавливаются, не могут пройти мимо, если видят какие-то хорошие действия, да, или видят, что собака умирает, или, ну, что-то такой подобный случай. Как правило, люди просто проходят мимо. Никто не берет на себя ответственность каким-либо образом помочь этому животному. А как вы думаете, если люди вообще знают о том, что существует вот статья за жестокое обращение с животными, у них, например, ну, где-то под корки хотя бы сознания есть, что, ну, вот, можно за это понести ответственность? Не все знают, что существует такая статья, все-таки это определенная прослойка, которая знает, да, но, тем не менее, по нарастающей огласка уже идет, потому что несколько раз было проговорено в СМИ, что приняли вот такую статью, но, я думаю, что не все знают все равно про эту статью. И здесь такой момент, что статья-то есть, да, слава Богу, это победа, что она появилась в уголовном кодексе, да, теперь эту статью нужно проработать от подачи заявления, да, и до судебного вердикта. А мы сейчас обсуждали, что подобные случаи зафиксированы были в тех местах, где он проживал ранее. Да, да, эти случаи были зафиксированы, просто вот это вот молчание людей и безнаказанность преступника, они привели к более серьезным последствиям, да, то есть, просто, ну, по нарастающей все идет, то есть, если человек не чувствует, что как-то его по этому поводу напрягают, ни финансово, ни морально, ни во временных рамках, что вот надо прийти и посидеть в суде, да, как-то потерять свое время, там, нанять телохранителей, чтобы, опять же, там, вот, тебя вот поохраняли от журналистов, то есть, соответственно, здесь уже человек может быть взвесит, а надо ли, а стоит ли совершать. Мне кажется, не взвесит. Я сегодня посмотрел на этого человека бесполезное дело. вот самое печальное, понимаете, что сейчас, у меня установлены видеокамеры по всему периметру, то есть, вот мы считаем расходы, да, которые я потратила на юристов и которые я потратила там на спасение собаки, на реанимацию и какой-то свой моральный ущерб, мы считаем, да, а, допустим, ущерб, который был нанесен мне для того, чтобы защитить своих собак вот от такого человека, да, что у меня установлены почти на миллион камеры по всему периметру, то есть, там 30 камер, которые наблюдают круглосуточно, увеличивают с датчиками движения и так далее, чтобы предотвратить вот какие-то действия, но я понимаю, что камера, это опять, она же, я же не смотрю, как телевизор, да, то есть, это снова как бы меры такие, что если что-то случится с собакой, то мы, может быть, найдем преступника, но у меня нет цели, опять же, искать преступника, мне нужно защитить собаку, вот, поэтому очень печально вот это все, что государство не может нас защитить вообще хотя бы минимально. Ну, вы заставили государство защитить хотя бы как-то, вам за это большое спасибо, потому что по этой статье жестокое обращение очень редко доходит до суда и реальные приговоры, да, очень редко, и если вот посмотреть мои соцсети, то люди пишут, что я герой, что они вот ждут результата, то есть, понимаете, то есть, понимаете, я герой, то есть, это должно быть нормально, что человек пришел, и если вдруг с каким-то животным поступили жестоко, то он должен прийти написать заявление и этим должны заниматься органы, а не так, что этот человек потом становится героем, что он довел до какого-то результата. Вы же работали в полиции, сами понимаете, что это, как бы, такие дела портят статистику, и полиция от них... Ну, вот, к сожалению, да, вот поэтому мне в соцсетях и пишут, что, понимаете, я для них герой, что у меня что-то получилось, а подсудимый для них как вот какой-то образ всех живодеров, которые вот... Собирательные, так сказать. Да, да. Ну, я, наверное, согласен таким мнением из соцсетей, потому что, действительно, то, что вы сделали, это очень важно, потому что, ну, как минимум, нарабатывается судебная практика, и уже хотя бы по этой статье можно будет опираться на какие-то уже реально, реально доведенные до приговора судебные дела. Да, конечно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Конечно, нужно очень внимательно относиться к людям, которые являются живодерами, которые убивают животных. Почему? Потому что вот это вот... Вот этот переход границы к убийству умышленному, вот это вот снятие вот этих вот моральных, этических барьеров, может не остановиться. То есть человек, который убивает животных, в какой-то момент может начать убивать людей. То есть, на самом деле, это такая скрытая прямая угроза любому живому существу, в том числе и человеку. Вот. Ну, а сейчас, я не знаю, кто следит вообще за тем, как развивается биоэтика. Я хочу сказать, что, допустим, в Новой Зеландии уже официально признано, что все животные являются разумными, они испытывают те же самые ощущения, чувства, эмоции, что и люди. То есть, соответственно, собаки, кошки, там, могут испытывать негативные, позитивные эмоции, они точно так же могут страдать, испытывать боль, они точно так же могут умирать в страшных муках, испытывать такие ощущения, когда умирает человек. То есть, в Новой Зеландии уже фактически животных приравняли к человеку, так далеко шагнула уже биоэтика, в нашей стране, не знаю, вообще возможно такое, когда это произойдет. Мы точно знаем, что Максим Петров отравил одну служебную собаку, убил. По второе уголовное дело сейчас идет, и, возможно, здесь, в Щелковском суде будет рассмотрено дело и второе по убийству второй собаки, которую звали Барса. Вот. Ну и тогда, я не исключаю, что, возможно, Максим Петров может получить и реальный уголовный срок. Потому что, по его поведению, по тому, как он вообще реагирует на происходящее, видно, что у него нет никакого раскаяния. Вот. Это абсолютно человек, ну, скажем так, я думаю, не способный к раскаянию. Вот. И, вот, зоозащитники говорят, что если условное, условный вот этот вот срок не не остановит его, а может быть, наоборот даже, еще больше как-то вызовет в нем агрессию, негатив в отношении животных, вот, то остановить его может только реальный срок. Вот таких людей, как Максим Петров. Ну, а всем хочу сказать, давайте будем добры не только друг к другу, хотя мы и друг к другу не всегда добры, но и ко всему живому, что нас окружает. Вот. И убийство животного, умышленное убийство, это такое же преступление, как убийство человека. И это уже есть в уголовном кодосе Российской Федерации. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ